МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. С катертью дорожка. Базовый проезд открылся после ремонта. Круглосуточно и без выходных в Чуваши набирают популярность семейные детские сады. По делам достанется. В Чебоксарах продолжается конкурс «Открой свое дело». Дорожное полотно на базовом проезде долгое время вызывало у автомобилистов массу отрицательных эмоций. Ухабы и неровности могли нанести серьезный ущерб машине. Ремонт ждали долго и, наконец, дождались. Целый месяц круглосуточно велись работы по реконструкции участка площадью более 200 погонных метров. На то, чтобы здесь можно было проехать без последствий, потратили почти 23 миллиона рублей. Порядка 3500 квадратных метров строительных работ по устройству дорожного полотна с полной заменой дорожной одежды. Более 1000 квадратных метров озеленения. Полностью выполнено освещение, тротуарные проезжих частей данного объекта. Перенос кабельных сетей 0,4 и 6 киловольт и устройство ливневой канализации. Больше всего строителям мешала осенняя нестабильная погода. Но даже несмотря на это удалось сдать объект на неделю раньше. Сейчас администрация города решает с РЖД вопрос о переносе железнодорожного переезда. Татьяна Молкова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. От эффективности работы органов местного самоуправления зависит благополучие жителей того или иного населенного пункта. Глава Чувашия Михаил Игнатьев провел заседание межведомственной комиссии по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления в Чувашской Республике. Работу органов местного самоуправления в этом году проверили уже 1200 раз. Это обязанность целого ряда контрольно-надзорных органов, в частности прокуратуры. На ее долю приходится каждая вторая проверка. Однако в последнее время наметилась тенденция к уменьшению количества внеплановых ревизий. Меньше стало и претензий к местному самоуправлению. Если во втором квартале внеплановых проверок было 313, то в третьем – 114. Количество лиц, привлеченных к ответственности по итогам проверок дисциплинарных, во втором квартале было 243, в третьем квартале – 169. В большинстве случаев поводом для проверок и штрафных санкций становится нарушение при проведении конкурсов на размещение государственных заказов. По мнению главы Чуваши, это происходит от недостаточной профессиональной подготовки незнания нормативно-правовой базы сотрудниками органов самоуправления на уровне поселений. В результате дороги содержатся из рук вон плохо, строительство социальных объектов неоправданно затягивается, мусор не вывозится. Есть вещи и похуже. Детей-сирот не могут отбеспечить жильем из-за того, что по итогам конкурса выбран недобросовестный подрядчик. Михаил Игнатьев рекомендовал районным администрациям в ответственных случаях самим проводить конкурсы. Если касается, допустим, изменения норм республиканского законодательства, то мы давайте внесем изменения. Касается внесения изменений в постановлении правительства Чувашской республики, внесем, давайте изменения. Дальше уже на уровне администрации района они свою соответствующую работу проведут. Пожалуйста, кто принципиально возражает, можете поднять руки. Возражающих не оказалось, тем более, что определенный опыт уже есть. В ряде муниципалитетов созданы специальные полномочные органы по проведению конкурсов и аукционов с участием специалистов в области строительства, дорожного хозяйства и других. Такая практика, по словам глав районов, себя оправдывает. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Возможно, уже скоро для обозначения в тексте российской денежной единицы не придется больше писать РУБ. Три буквы превратятся в один символ. Поучаствовать в его выборе можете и вы. Предложения ввести символы российского рубля, как, к примеру, есть у доллара, зазвучали еще в середине 90-х. И вот теперь из более тысячи вариантов обозначения российской валюты специальная рабочая группа отобрала пять финалистов. Они размещены на сайте Банка России. Там же можно проголосовать за понравившийся вариант или против всех. Интернет-общественность уже встретила эту новость бурными дискуссиями. Нужно выбрать твердый знак, символ, которого нет в других алфавитах и как бы символ твердости валюты. Мне первый больше нравится. Я бы выбрал вариант как первый. Только латинскую букву R. Иначе другие страны будут думать, что у нас валюта публь. Двойная черта – принадлежность аббревиатуры доллар. Отсюда следует, что все варианты с двойными чертами – суть проявления невежества или преклонения перед чужими денежными знаками. Так или иначе, общественное обсуждение продлится до 5 декабря. Ольга Пырочкина, Республика. В качестве воспитателя мама, в качестве детсада родная квартира. В Чебоксарах шесть семьи открыли дома филиалы детского сада. Это стало возможным благодаря специальной программе, которая действует с 2009 года. Желающих участвовать в ней немного, но открывать у себя подразделение ДОУ может не каждый. Фамилию члена семьи под стать им самим – Молодцовы. Он в прошлом военный, лучший папа Чебоксар 2010 года, она – некогда швея и лучшая мама своим детям. Юрий и Ирина воспитывают семерых. Молодцовы – одни из первых в Чебоксарах, открыли свой семейный детсад. После организации семейного детского сада мы практически не потеряли связь с детским садом. Но в то же время дети с мамой находятся, дети как-то дружно, не разделяются в течение всего дня. Семейный детсад Молодцовых – своего рода филиал 15-го детского сада столицы. Прикреплен к дошкольному учреждению. В группе четверо детишек. Навещают их и старшие воспитатели, музыкальный работник и логопед. Подопечные и сами могут наведаться в головное учреждение, к примеру, на праздник или на прогулку. Мама состоит в ДОУ младшим воспитателям. Получает зарплату и деньги на питание. Это 60 рублей в день на ребенка. Такая альтернатива для Ирины Молодцовой – существенная поддержка. У меня идет стаж, у меня финансовая поддержка. Для нашей семьи, конечно, это очень большая помощь. Воспитание и уход – главная обязанность младшего воспитателя в семейном детсаду. А как организовать все это для своих детей, мама Ирина знает лучше остальных. У нас такой режим, мы, конечно, не соблюдаем, прям строгий. Ну, как мы встаем, умываемся, одеваемся, идем завтракать. Потом какие-то дела домашние делаем, убираемся и гулять идем. Семейных детсадов по городу не так много. В этом году шесть, в прошлом – десять. Открыть подразделение ДОУ в своем доме можно лишь на определенных условиях. Одним из условий должно быть, чтобы дети были из многодетных семей. Дети должны быть дошкольного возраста. Это одно из обязательных условий. И, конечно, соблюдение санитарных норм. У Молодцовых все условия есть. Просторная квартира – подарок государства. А места в ней хватает всем членам большой и дружной семьи. Ожидаем в конце ноября рождения восьмого ребенка, пятой дочери в нашей семье. Так что моя мечта близка к исполнению. Вот так. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. В городе продолжаются конкурсы среди молодежи «Лучший предприниматель» и «Открой свое дело». Если результаты вашей предпринимательской деятельности вас радуют и вы хотите поделиться опытом работы с другими, а может просто открыть свое дело, приносящее пользу людям, у вас есть еще возможность подать заявку в администрацию города. В прошлом году победителем конкурса «Открой свое дело» среди молодежи города Чебоксары стал ученик седьмого класса школы номер 55. Илья разработал бизнес-план по внедрению в школьной мастерской изготовления оправок для торцевых фрез. Это приспособление нужно для того, чтобы обрабатывать металл на фрезерных станках. Сейчас Илья учится уже в восьмом классе и продолжает работу над проектом. Сейчас я готовлюсь на городскую олимпиаду по технологии. Я делаю подставку для цветов, это работа по дереву. Так что металл пока немножко отошел на второй план, но только из-за олимпиады. Именно по металлу сейчас намечается тоже оправка для фрез, но она несколько другой конструкции и более сложнее, чем та, которую я делал. Илья еще в шестом классе довольно быстро усвоил токарный станок. Примером послужил отец, а руководит его работой учитель технологии. Очень трудоспособный парень. Настырный, упорный. Что задумал, он старается довести до конца. Оправку продали на одно из предприятий Чувашии. Из-за нее молодому человеку даже заплатили символическую сумму. Пока ее используют в тестовом режиме. В этом году юные дарования еще могут предложить свои оригинальные идеи и подать заявку на участие в конкурсе «Открой свое дело среди молодежи» до 18 ноября. Особо ценится новизна и социальная значимость бизнес-проекта. А в конкурсе «Лучший предприниматель года» могут принять участие предприниматели и коммерческие организации города Чебоксары. Конкурс будет проходить по восьми номинациям. Это лучшее малое предприятие, лучшее среднее предприятие, лучший молодой предприниматель, успешный старт, лучший предприниматель в области народных художественных промыслов, лучшая социально ответственная компания и лучшая инновационно-активная компания. Подробнее с положениями о конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте города Чебоксары в рубрике «Малое и среднее предпринимательство». Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах разыгрывают награды открытого первенства МВД по волейболу. За главный кубок борются команды силовых структур и чиновники. Накануне сборные сражались за право попасть в полуфиналы. В претендентах девять команд. Прошедшая игра не принесла сюрпризов. Вперед вырвались призеры февральского первенства. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Служба службой, а в спортивном зале силовики встают по разные стороны баррикад. Два раза в год спасатели, приставы, наркополицейские и сотрудники УФСИН борются за кубки открытого первенства МВД по волейболу. Участвуют в этом турнире и команда администрации главы Чуваши. В этот раз сборную администрации возглавил министр сельского хозяйства. Но в команде по четвертым номерам играл и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Такая поддержка оказалась кстати. В подгруппе встретились серьезные соперники. Решающая игра с командой МЧС. Спасатели до последнего пытались перевести счет в свою пользу, но в итоге уступили. Встречу выиграли волейболисты администрации. Надеемся, что выйдем уже в финал. И в финале встретимся с управлением МВД, которым мы в прошлом году проиграли. Надеемся взять реванш. Взять реванш у полицейских команда администрации пытается не в первый раз. Хозяевам площадки уже удавалось завоевать кубки первенства и в этом, и в прошлом году. Хотя победа здесь далеко не главная цель. Это объединяет силовые ведомства. Мы решаем одни задачи, государственно важные задачи. И когда в спорте, и когда на работе получается, это общая копилка идет. Бороться за победу продолжат четыре сборные. Шанс взять кубок первенства у команд, которые не дотянули до полуфинала, появится только в следующем году. Проигравшие обещают подготовиться и сыграть лучше, чем сейчас. Медрик Валев и Евгений Анисимов. Республика. Объявляется охота на мех. Зима не за горами, и пора бы подумать о теплой одежде. В Чуваксарах в ДК Хузангай открылась выставка продажа «Шубный край». Как принарядиться к морозам, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». На выставке около тысячи разных моделей. На пике популярности снова норка и мутон. Под любой образ и в любом стиле. От романтичных шубок и классических меховых пальто до практичных и дерзких моделей для активных и деловых женщин. На ярмарке «Шубный край» представлены шубы от меховой фабрики «Аэлит» города Пятигорск Ставропольского края. Качественный подбор меха, отработанный годами лекала. Каждое изделие – это не просто меховая шуба. Это действительно пальто, которое садится по фигуре. Захотелось вдруг приобрести в этом году какую-нибудь шубку. Хорошие фасоны, интересные, красивые. «Шубный край» – это оптимальное соотношение цены и качества. Для тех, кто ценит практичность и комфорт – прекрасный вариант шубки из мутона. Этот мех не боится ни снега, ни дождя, ни ветров, ни морозов и отличается уникальной долговечностью. К тому же любительниц мутона порадует разнообразие шуб на выставке. В этом сезоне очень модна так называемая «поперечка». Она представлена в таких цветах, как светленький белый. Молодежь очень любит такого плана кофейного. И сейчас очень модно – звериный принт. «Шубный край» рассеивает мифы о том, что шубы носят только солидные дамы. На этой ярмарке много молодежных моделей. И даже самая юная дама может найти себе подходящий наряд. Элегантные шубы, пальто, жилеты, дубленки и размерный ряд от 40-го до 72-го. У нас очень широкий размерный ряд и очень широкий модельный ряд. Это и френчи, то есть модель по фигуре и более свободного покоя. Очень много курточных вариантов. Есть спортивные модели, есть более строгие. То есть на любой вкус. Шубки из мутона, норки и другие меховые изделия ждут своих покупателей в ДК Хузангая с 5 по 10 ноября с 10 до 19 часов. Приобрести такую прелесть можно не только за наличный расчет, но и в рассрочку. Для удобства посетителей ярмарки «Шубный край» от остановки хлопчатобумажный комбинат до ДК Хузангая через каждые 15 минут будет курсировать бесплатный автобус. Италия близко. Беатричи – изысканность, чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять. Беатричи. Мегамол. Мультибрендовый бутик «Стрекоза». Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok